Саламас Тармак Курметто от Андастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Сегодня я хочу посвятить эфир подготовке митинга 26 октября, в субботу в 14.00. Мы будем организовывать масштабный митинг не только в Алматы и в Астане, но и по всему Казахстану. Последний митинг 21 сентября показал, что к нашему призыву присоединяются очень многие города. Хочу вам напомнить, что 21 сентября были митинги таких городов, которые никогда не происходили. Это, например, город Екибастуз. И количество городов в этот раз 21 сентября было значительно больше. Да, конечно, в Алматы и в Астане власть перекрыла места проведения митингов на большом расстоянии. Но мы сейчас предлагаем совершенно другой способ, который нам позволит собрать большую массу. Но прежде чем прокомментировать подробно, как мы будем организовывать митинг, я хотел бы откомментировать следующее. Наверное, многие из вас думают, что диктатура все равно со временем эволюционирует, ослабляется. И неизбежно они падут. Кто-то думает, что это произойдет после смерти Нурсултана Назарбаева. Кто-то, в принципе, считает, что вот постепенно в результате того, что члены правительства будут становиться более умными, они начнут проводить реформы. Кто-то считает, что будет организовано международное давление и все прочее. Но все это заблуждение. Все это заблуждение. Почему? Потому что именно все события произойдут только тогда, когда будем мы активными, мы граждане этой страны. Я все время привожу пример, собственно, с квартирой каждого человека, который сам там наводит порядок, сам содержит себя и свою семью и не выглядывает в окно, в ожидании некого прохожего или соседа, который придет и вдруг все изменит, наладит и улучшит вашу жизнь, наведет порядок в вашей квартире. Так и, собственно, наша страна. Безусловно, есть смысл ожидать какой-то поддержки международной, но это только при нашей активности, при нашей массовой активности. Второе. Ждать смерти Назарбаева тоже бессмысленно. Современная медицина располагает разными возможностями. И, ну, вы понимаете, что Назарбаев прекрасно живет, у него шикарная медицина. При любых проблемах он мгновенно перемещается в лучшие клиники мира. И ждать можно этого и 10 лет событий, и 15 лет. Ну и самое главное, что даже это не поможет, потому что я многократно озвучивал, что проблема не просто в Назарбаеве, а проблема именно в той политической системе, которая построена. Она персонализирована именно под одного человека. Сегодня это Назарбаев, завтра это Атакаев, послезавтра это Дариган Назарбаева. Именно тогда, когда вся власть принадлежит фактически одному человеку, когда он стоит над народом, не зависит от того, кто будет у власти. Хороший он или не очень. Суть будет одна. Мы каждый раз будем жить, как живем сейчас. И кардинальные изменения возможны только тогда, когда должность президента будет ликвидирована. Будет парламентская система управления. И депутаты, ваши представители, которых вы выберете на свободных, честных выборах, будут исполнять вашу волю. Они будут избирать правительство, назначать членов правительства. И они будут слушать вашу волю. Акимы тоже, когда будут избираться народом, они будут слушать вашу волю. Они, как сейчас, волю Назарбаева. Вот тогда можно говорить, что народ действительно источник власти. Что действительно через выборы вы влияете на то, чтобы власть работала на народ. Сейчас выборы фиктивные. Вся власть принадлежит одному человеку. И поэтому вы головой бьетесь об стенку. Не можете решить никакие вопросы. Матери ходят тысячами около администрации Назарбаева, Такаева. Их полиция разгоняет. Результатов нет. В регионах вы апеллируете к Акимов. Результатов нет. Потому что Акимы подчиняются фактически тому, кто их назначил. Народ их не избирает. Это касается абсолютно всего. Поэтому до тех пор, пока не изменится сама система власти, ничего нового не произойдет в вашей жизни. И ожидать смерти Назарбаева. Ожидать, что кто-то поумнеет. Это все бесполезно. И ожидать, что вот запад вдруг завтра придет в голубых таких касках, изменит вашу жизнь, тоже очень наивно. Поэтому, уважаемые друзья, мы сами своими руками должны менять нашу жизнь. И в существующей ситуации единственный инструмент, который нам оставила власть, это массовые митинги. Партии это инструмент влияния на власть, формирование народной власти. В нашей стране не работает, потому что партии, они создаются властью. Все, кто против власти, они не могут создать властью, партию. Ни у кого не должно быть иллюзии. Поэтому, когда по стране ездят разные представители, представляющие якобы гражданское общество, и говорят, что мы создадим партию, будем бороться за места в парламенте, и не верьте им, это бесполезно. При существующем режиме, никакие способы воздействия на власть, смены его курса, возможны только в результате многотысячных митингов. Собственно, это и во всем мире. Если помимо тех инструментов, которые есть у человека, а именно участия в честных выборах, этого недостаточно, люди организовываются и выходят на митинги. В Америке, либо во Франции, в Германии. В любой ведущей стране у человека право выходить на пикеты, митинги. Оно безусловное право. И задача полиции только обеспечивать это право, охранять, чтобы не было беспорядков, но ни в коем случае не мешать. Я, собственно, живу в Париже, эти митинги я наблюдаю каждую субботу-воскресенье, вижу гигантские шествия, когда на улице выходят сотни тысяч и миллионы людей, и полиция просто сопровождает, охраняет, старается, чтобы не было никаких конфликтов, и все. То есть полиция не мешает. Их задача в случае, если формируются беспорядки, разгромы, только в этом случае реагировать, не давать, чтобы такие митинги были хаотичны и носили разгромный характер. Вот, собственно, как должно быть. Уважаемые друзья, многие из вас думают об эволюции. Я хотел бы сказать, что да, эволюция идет, но она в негативном виде, негативно эволюционирует. Ну, вспомните, что было в начале 90-х годов. В начале 90-х годов было хоть какое-то телевидение. В начале 90-х годов были хоть какие-то партии. В начале 90-х годов, до приблизительно 2005-2006 года, еще какая-то критика была возможна. Но последние как минимум 15 лет режим эволюционировал. Именно с точки зрения закручивания гаек жизнь наших людей стала хуже во всех отношениях. В первую очередь в экономическом. А в экономическом она в смысле стала хуже, потому что у вас отобрали ваши права и свободы. Вы не можете голосовать, вы не можете избирать, вы не можете влиять на эту власть. А раз так, то власть это стена глухая. И когда вам становится плохо, эта власть вас не слышит. Как видите, эволюция идет, но в сторону ухудшения. Курс тенге за последние 5-6 лет упал дважды. Ваши доходы в долларных варенде упали более чем в два раза. Инфляция каждый год огромная. Это следствие той политической системы, стены, когда вас не слышат, когда вы не влияете на власть. Поэтому, когда кто-то ожидает эволюции власти, он ошибается. Как сейчас происходит реальная эволюция? Союз диктаторов Лукашенко, Путина, Назарбаева сейчас расширился. Как вы видите, туда добавился Китай. Сейчас эти три сообщества, евразийское сообщество, приближаются к Китаю. Китай объявляет о создании пояса, пояса шелкового, собирается вкладывать туда более триллионов долларов. И вы можете увидеть уже сейчас последствия тех наступлений на ваши права и свободы, на ваш образ жизни, на ваше будущее, на ваши надежды, надежды, которые сейчас вы можете уже фиксировать. Вы знаете, что в Китае идет мощнейшая цифровизация. Особенно это отражается в Суаре. Там, где живут этнические меньшинства, фуйгуры, казахи, кыргызы и другие национальные меньшинства. Фактически, это страна, часть страны Суар превратился в полигон. Полигон, где ваша жизнь полностью контролируется через сетчатку глаза, через отпечатки пальцев, через различные камеры, которые контролируют все. И даже если вы произнесли слово «Иншалла», если вы пользуетесь, например, WhatsApp, если у вас мусульманское имя, вы все находитесь под прицелом. И, безусловно, у вас есть риск без всяких объяснений оказаться в концентрационном лагере, подвергнутым унижениям, оскорблениям, изнасилованием, лишенным всяких прав. Ну и, собственно, вы знаете, очень много примеров, они уже известны. ООН даже провел по этому поводу суд. Трибунал ООН постановил, что в этих концентрационных лагерях у живых людей изымают органы, как у доноров. Вот, собственно, сейчас вы, наверное, уже видите последствия этой политики сближения с Китаем. Уже не просто экономическое сближение идет, а стремительное сближение во всех сферах. Вы видите видеокамеры. Одна из компаний, которую посетил Хасмжумар Тахаев недавно с визитом в Китай, вчера объявлено, что Соединенные Штаты Америки ввели санкции. Ну, в частности, они ввели санкции 28 китайским компаниям, которые участвовали в пытках национальных меньшинств на территории Суар, уйгуров, казахов, кыргызов. Они способствовали закабалению людей, так называемой некой цифровизации. Ну и в этом списке та самая компания, куда с визитом был приглашен Хасмжумар Тахаев. И, собственно, сейчас все эти камеры и так далее, программные продукты и многое другое покупаются именно в Китае. Вот сейчас Тахаев заявил, что его беспокоит, что наши города растут. И если совсем недавно Назарбаев говорил, что нам нужно как минимум 6 миллионников городов, что урбанизация это хорошо, все прочее, Тахаев вдруг заявляет, что нет, это плохо. Это беспокоит его, беспокоит правительство. И с этим надо что-то делать. И поручено Акимам и полиции придумать, что делать. А я хотел бы вам напомнить норму Конституции, которая предполагает, что гражданин Казахстана не имеет права беспрепятствовать на свободную переживание по всей стране. Вы прекрасно знаете, институты регистрации, людей, совсем недавно были гигантские очереди в СОНах. это все результат той самой авторитарной политики, которая активно развивается в Китае. И сейчас наша власть учится у Китая. Ну, что значит надо какие-то меры предпринять? Это значит, будет как в Суаре, когда вокруг крупных городов ставятся блокпосты из полиции, когда происходит, проходит, каждый проходит идентификацию через телефон, через другие системы, через видеокамеры и все прочее. То есть, фактически, правительство залезает в вашу жизнь и диктует. То есть, если вы родились в селе, завтра у вас не будет возможности перемещаться из села в крупный город, находить там работу, получать образование, жить там, в конце концов. То есть, фактически, вы видите итоги именно вот такой деятельности и дружбы с Китаем. Все самое плохое связано с подавлением личности. То, что в Китае поставлено на промышленную крупную основу, надвигается к нам. Поэтому, все те, кто думает 21 век эволюции, они заблуждаются. То есть, эволюция, да, она есть, но она есть в крупных демократических странах, которые улетают далеко вперед. Они думают о том, что такси будет воздушное, они думают на Марсе, запускают управляемые ракеты и все прочее. А авторитарные страны направлены на то, что их политика, чтобы задушить, взять под контроль граждан страны. Посмотрите, гигантские средства, миллиарды тратятся на то, чтобы, так называемые, провести отцифровку наших городов, везде наставить камеры, камеры слежения, прослушив и все прочее. А при этом у нас миллионы людей безработных, масса многодетных матерей испытывает гигантские проблемы. Эта власть тратит десятки миллиардов долларов на цифровизацию, которая, по сути дела, не формирует рабочие места, она просто начинает только контролировать жизнь граждан страны, обрекая их на еще большую несвободу. Вот куда эволюция. Если в демократических странах эволюции вверх, свобода человека, космос и все прочее, в авторитарных странах все вниз, зажим, полностью контроль, полностью отчетность, что называется шаг за шагом в этих странах из людей хотят превратить бессловесных роботов или рабов. Вот куда мы двигаемся. Поэтому, когда мы говорим, что 26 октября нет экспансии Китая, мы говорим не только об экспансии экономической, не просто говорим о закабалении нашей страны экономическими механизмами, различными кредитами, мы говорим не только об экологических опасностях, связанных с переносом китайских предприятий, которые загадили гигантские территории по Китаю, в самом Пекине. Вы можете посмотреть в интернете в определенное время, когда особенно масса выборов своих стец, люди ходят в марлевых повязках или специальных повязках. То есть, там очень неблагополучно именно с экологией. Не только это к нам придет, к нам придут именно методы управления страной, именно полный контроль, несвободы, подавление личности. Как вы знаете, в Китае одна единственная партия коммунистическая, мы это пережили в Советском Союзе, когда у нас была партия КПСС, все люди, которые иначе мыслили, они попадали в психушки, попадали в тюрьмы, и просто молодежь не знает. Я половину жизни провел в Советском Союзе, я знаю, как это было. Северная Корея, это просто маленькая модель того самого Советского Союза, который многие не знающие с придыханием говорят о Советском Союзе. Мы же сейчас все иронизируем, смеемся, ужасаемся тому, что происходит в Северной Корее. Так вот, я еще раз хочу сказать, Северная Корея, это маленькая модель Советского Союза. И вот, мы сейчас должны жить без иллюзий. Нынешняя диктатура будет только усиливаться. Все эти средства, которые приносят нам природные ресурсы нашей страны, они будут направляться на подавление личности, на контроль и все прочее. 26 октября мы призываем наших граждан выйти на массовые митинги. Как мы хотим организовать митинги? Мы понимаем прекрасно, что полиция слушает этот эфир, они создают разные штабы и разрабатывают стратегию противодействия этим народным митингам. Но я еще раз хочу напомнить, что число полицейских ограничено, а число граждан, которые испытывают разные трудности, которые живут бедные и нищие жизни, превышает более 90% населения. То есть представьте себе, что из 18 миллионного населения может быть 2 миллиона более-менее как-то живет, остальные 16 миллионов по сути живут бедно или нищей жизнью. Наша цель вывести на массовые протесты от полумиллиона до миллиона человек. Это всего лишь 3,5 5% от всего населения нашей страны. Это небольшая численность 3,5 5%. Даже при этом, если численность протестующих будет 500 тысяч человек, я вам хочу сказать основные параметры количества полицейских в крупных городах, чтобы вы понимали, что наш механизм, который мы предлагаем, будет действенным при условии появления на этих акциях протестов большого количества людей. Итак, я уже заявлял, что в Алматы количество полицейских не более 3 тысяч человек. В реальности меньше. И для того, чтобы противодействовать массовым митингам, Назарбаев максимум может собрать в Алматы не более 5 тысяч человек. Для этого ему нужно их стянуть, следователей, каких-то разных районных участковых, которые находятся не только по Алмате, и Алматинской области. И в этом случае в Алматы будет не более 5 тысяч человек полицейских, сконцентрированных в определенных местах. В Астане тоже максимум будет 3-5 тысяч человек. Больше этот режим не сможет собрать. В крупных областных центрах где-то ориентировочно около полутора тысяч полицейских. И даже если будут мобилизованы сельские районы, в этих городах областная власть не сможет собрать более 3 тысяч полицейских. Итак, Алматы, Астана по 5 тысяч, а крупные областные центры по 3 тысяч человек. Но что такое 5 или 3 тысяч человек? 5 тысяч в Алматы, когда там живет в Алма-Ате, только не считая области, 2 миллиона человек. Достаточно, чтобы мы добились десятикратного перевеса, 50 тысяч человек, относительно 5 тысяч, все. Полиция будет полностью парализована. Более того, значительная часть просто перейдет на сторону народа. то, что я озвучиваю, это мировой пример. Это не я выдумываю, это мировой пример. Поэтому наша задача добиться численного перевеса. Я хочу сейчас на примере Алматы привести, как мы это должны сделать. Итак, полицейские все время не дают формироваться разным группам. Накопиться по 20-50 человек, они небольшими группами по 3-5 человек людей отправляют назад, оцепливают то место, где мы собираемся проводить, а это старая площадь Алматы, на большом расстоянии, оцепливают именно вот этот район, собственно, около Аблайхана Тулиби, и все. И люди, приближаясь к этому месту, увидят оцепление, просто уходят. Значит, что нам нужно добиться? Нам нужно добиться, чтобы была концентрация людей, 50-100 человек на определенных местах, затем они начали перемещаться к месту проведения митинга, и такое количество людей полиция уже не удержит и не сможет задержать такое большое количество людей, если люди друг за другом держатся, защищаются, препятствуют полиции провести захват людей. Мы проводим митинг 26 октября, это субботний день. Что мы предлагаем? Давайте мы сейчас на примере Алматы, затем Астаны разберем ситуацию, а потом мы это тиражируем по всем городам Казахстана. Итак, вот есть квадрат, старая площадь Алматы, значит, нам нужно что сделать? Они раз оцепливают этот район, прилегающий к этой площади, значит, нам нужно создать некий обруч, когда в этом обруче собирается большая масса людей и полиция не может их разогнать, задержать, пользуясь тем, что у каждого человека есть возможность беспрепятственно осуществлять перемещение по территории города. Итак, что мы предлагаем? Мы предлагаем 4 улицы вокруг, как минимум 4 улицы, вокруг площади Астана заполнить гуляющими людьми. Возьмем верхнюю часть города, это проспект Абая до Стык, это одна часть и правая сторона это улица Желтыхсан и угол Абая. Пешеходные улицы находятся выше Абая и ниже Абая. Итак, у вас есть возможность перемещаться вдоль Абая по этим улицам от Достык до Желтыхсан как по нижней части и по верхней. Это первая возможность. Вторая концентрироваться собираться на автобусных стоянках, потому что вы по сути предполагаете сесть на автобус или троллейбус или куда-то уехать. И это верхняя часть теперь вокруг площади имеется верхняя часть. Теперь нижняя часть города это Жбекжолы. Жбекжолы от Аблайхана это пешеходная улица и до улицы ну например Фурманова. Это достаточно длинная пешеходная улица, где люди постоянно гуляют и поэтому полиция не может препятствовать вам просто прогуливаться со своими друзьями по этой улице. это горизонтальные улицы теперь вертикальные улицы вертикальные улицы через которые можно затем подойти к площади это Достык это тоже широкий проспект есть одна сторона дороги тротуары с другой там же остановки и например с 13 часов можно там уже прогуливаться и когда вы видите что люди действительно собираются вы можете присоединиться к этой массе на остановке или просто прогулочной группе которая перемещается по 10 15 20 человек и тогда эта масса прогуливающая становится очень большой это мы говорим о правой стороне вертикальной теперь мы говорим левая левая сторона вокруг центральной площади это Желтовсан односторонняя улица где тоже пешеходная улица и тоже можно двигаться как со стороны Жбекжалы сверху снизу вверх и со стороны Абая спускаться по Желтовсан что в итоге получается у нас две вертикальные улицы параллельные это Желтовсан и Достык и горизонтальные улицы Абая и Жбекжалы вы можете там везде собираться прогуливаться и затем в определенное время время я сейчас скажу начинается массовое приближение к месту организации митинга вниз можно пускаться по Панфилова которая является прогулочной тоже полиция не может задерживать людей я сейчас объясню что будет если полиции будет задерживать вот представьте себе субботний день масса людей прогуливается от проспекта Достык по Абая по проспекту Достыка до Желтовсан по Абая снизу и сверху стоит на остановках затем приблизительно за полчаса до начала митинга вот эта масса сверху со стороны Абая начинает спускаться вниз тоже по тротуару по Панфилова прогулочная по Желтовсан по проспекту Достык все спускаются вниз и затем это движение начинается как сверху так сбоку так и снизу со стороны Жбекжулы и если мы организовываем большую массу ее невозможно остановить теперь смотрите в какую трудную ситуацию попадает полиция ну во первых вы имеете полное право стоять на остановке вы имеете полное право прогуливаться по улицам по пешеходным дорогам по тротуару и вот смотрите если полиция вдруг начинает действовать незаконным способом ну подъезжает машина начинает людей хватать с остановки ну во первых это прямое нарушение закона нет никаких прав нормы закона чтобы полицейские действовали как бандиты то есть они сразу автоматически попадают в зону нарушения закона они становятся преступниками что будет делать полиция если даже это произойдет они быстро постараются отвезти в отделение полиции там какое-то короткое время подержать и отпустить людей не заполняя протоколы все прочее по сути скрыть свое преступление но этому вы можете легко препятствовать вы просто записываете на телефон на различные видеоносители видеокамеры фиксируйте свидетели затем мы вам распространим стандартные жалобы в суды и затем все эти полицейские которые нарушали закон обязаны судебная система привлечь к ответственности как минимум штрафам к различным видам наказания а по сути это дело как минимум административное наказание а в реальности это должно быть уголовное наказание потому что полицейские нарушают нормы закона нормы конституции о праве человека без препятствий перемещаться по улицам по территории города то есть это прямое нарушение со стороны полицейских безусловно в эти дни будут международные средства массовой информации которые тоже зафиксируют все эти нарушения и безусловно мы организуем поддержку международных правозащитных организаций у нас будут разработаны обращения заявления международные институты как европарламент которые напомнят Казахстану что подписаны соглашения различные международные которые предполагают уведомительный характер человека для участия в митингах никакие разрешения не нужны Казахстан это подписал такие соглашения и нормы таких соглашений стоят выше любого закона который у нас есть в нашей стране эта норма прописана в конституции в конституции четко написано международные договора по своему статусу стоят выше чем внутренний закон и когда нынешняя местная власть или тот самый же Токаев будет говорить у нас вот закон такой мы все можем сослаться на нормы конституции также на эти международные договора и по сути привлечь к ответственности те кто препятствует вашему свободному перемещению по улицам города нахождение на остановке где вы стоите в ожидании транспорта то есть фактически мы загоняем нашу полицию в состояние нарушения закона то есть фактически они становятся преступниками со всеми вытекающими последствиями и так вокруг этой площади на Толиби Аблайхана мы формируем такой как бы обруч и по этому обручу перемещаются люди вот тротуаром стоят на остановке с 13 часов начало митинга 14 часов и наша задача не опаздывать ровно 14 часов эта масса должна сконцентрироваться в указанном месте и собственно вот такая ситуация получается что даже если власть сильно постарается то большие массы людей они просто будут просачиваться к месту проведения митинга потому что их остановить невозможно потому что люди идут по пешеходным дорогам по Панфилова которая тоже пешеходная прогулочная и у полицейских нет никаких возможностей юридически препятствовать перемещению людей и так мы таким образом создадим такую массу и у полиции нет возможности мешать создать нам именно такие большие группы людей которые завтра когда будет день митинга приблизительно пол второго резко начинает двигаться снизу вверх сверху вниз эта гигантская масса по сути дела безусловно попадет к месту проведения митинга теперь мы возьмем следующий город Астана в Астане мы объявили место это конгресс холл сейчас он называется концертный зал Астана я так понял тоже известное место в городе мы выбираем именно правую сторону города потому что левая сторона неудобная она свободная открытая пространство огромное и там полиции легче заблокировать это я отвечаю на вопрос тех почему мы не идем на левую сторону правая сторона желаем там легче собрать большую массу людей итак мы говорим что это конгресс холл а конгресс холл мы также должны понимать что площадь перед конгресс холлом власти будут стараться цепить какую-то массу полицейских собрать здесь на самом деле тоже есть ряд параллельных улиц по которым мы организовываем шествия это вот улица Кенисары Кенисары Хана когда мы с одной стороны формируем движение это с двух сторон точнее и с одной слева и с правой стороны напротив конгресс холла затем мы идем сверху это улица Бейбищи Лыб и Мамбетова то есть две параллельные улицы сверху две точнее горизонтальная улица Кенисары Хана она очень широкая с двух сторон по этим тротуарам можно стягиваться затем с нижней части города со стороны Цума здесь драматический театр имени Горького там скверы около Цума фактически мы таким образом тоже берем как бы в кольцо берем в кольце кольцо конгресс холл над конгресс холлом две улицы сверху снизу со стороны Цума со стороны драматического театра имени Горького со стороны Кенисары Хана с двух сторон и влево вправо люди за час до организации митинга до 14 часов начинают прогуливаться и это нужно делать так чтобы к 14 часам можно было резко прийти на площадь но и в любом случае даже если там квадратом поставят полицейских там достаточно много свободных пространств когда эта масса может резко объединиться и создать площадку для организации митинга вот собственно мы такой метод предлагаем и еще есть возможность например в Алматы или в Астане там вокруг этого места место проведения митинга существуют разные торговые центры ну например детский мир разные крупные магазины по жбек-жолы когда можно тоже там собираться концентрироваться большими группами и затем выходить в то время как минимум за полчаса с этого места и сразу начинать двигаться и рассчитать нужно точно время чтобы к 14 часам была создана большая масса с разных сторон то есть власть максимум все что может сделать закрыть торговые центры закрыть магазины закрыть кафешки и так далее но вы представляете что нужно для этого сделать какой административный ресурс нужно бросить хорошо они даже если это сделали никто не сможет отнять ваше право стоять на остановке ждать автобус никто не сможет отобрать ваше право просто прогуливаться по ближайшим улицам к месту организации митинга ну собственно это касается и Астаны и Алматы и тогда если мы этот прием понимаем что работает а в Гонконге молодежь именно так и организовывала собиралась в торговых центрах собиралась в бульварах и все прочее мы здесь описали квадрат довольно обширный то есть фактически силами той численности полицейских препятствовать многотысячным митингам власть не в состоянии когда кто-то предлагать будет места около базаров или еще что-то я хочу сказать что нет уважаемые друзья митинги важные всегда проводятся на центральных площадях или таких местах где действительно посещает большое количество людей которые сознательно туда приходят когда вы говорите давайте мы проведем около базаров вы как бы надеетесь что люди которые там находятся примкнут протестующим это не метод сейчас у нас времени достаточно у нас почти три недели ну больше двух недель скажем когда мы проводим и можем проводить агитационную работу когда вы можете пригласить своих знакомых близких когда вы убедите своих знакомых сознательно прийти на митинг не случайным образом не за час до организации митинга не за полчаса не за три часа а именно сейчас то когда мы соберем большую массу никто нам не может противостоять никто нам нужно добиться десятикратного перевеса и тогда место проведения митинга принципиального значения не имеет я знаю что кто-то говорит давайте за час давайте за два часа давайте за три часа неожиданно неожиданно невозможно вывести десятки тысяч людей эти десятки тысяч людей они заранее должны для себя решить что они пойдут на этот митинг что они скажут что они уговорят и убедят своих знакомых друзей своих родственников это процесс который занимает определенное время и мы же для чего организовываем митинги мы хотим собрать многотысячные митинги чтобы в конце концов этой массой добиться мирной отставки власти у нас не сама цель просто провести митинг созвониться с узким кругом людей вывести там двести-триста человек пошуметь и разойтись нет наша цель вывести на эти митинги десятки тысяч людей по всей стране когда кто-то предлагает провести митинг только в Астане они заблуждаются потому что с наших городов приехать в Астану это обременительно финансово десятки тысяч не приедут и в этом нет необходимости мы эти митинги проводим в каждом городе крупном более-менее городе мы их проводим и поэтому когда в каждом областном центре живет в среднем 300-400 тысяч человек собрать несколько тысяч в этом городе абсолютно реально абсолютно реально просто для этого нужна предварительная работа агитация и все прочее теперь кто будет организовывать и управлять вот этими процессами я много раз говорил о том что нам необходимо создавать некие ячейки ячейки из доверенных лиц которым присутствуют ваши близкие люди знакомы которым вы доверяете если ваши ячейки 5 человек каждый из вас может привести еще троих и вот суммарно вас будет 20 человек группа вы начинаете перемещаться к вам добавляется следующий 20 человек и это уже серьезное сообщество и ячейки с ячейками не должны контактировать это ваше сообщество те люди которым вы доверяете когда нас будут десятки тысяч людей вы можете открыто выходить и говорить да я поддерживаю демократический выбор Казахстана да я пришел на митинг сознательно да я поддерживаю программы демократический выбор Казахстана и мы пошагово должны этого добиться для этого нам нужно добиться многократного численного превосходства над полицейскими поэтому уважаемые друзья я сегодня предложил вашему вниманию этот метод когда мы окружаем через пешеходные дороги через бульвары и все прочее как параллельно так и вертикально место проведения митинга создаем массу эта масса двигается по улицам стоит на остановках и тогда полиция не может препятствовать нам формировать большие группы соответственно задерживать и разгонять протестующих что я хотел бы еще раз добавить я хотел бы добавить что это я обращаюсь к тем активным нашим сторонникам что проинформировать что вы знаете нами создан специальный штаб по взаимодействию с активистами нам нужна постоянная информация если будут власти местные перекрывать место проведения митинга или какие-то еще мероприятия организовывать штаб будет оперативно реагировать и сообщать как нужно действовать дальше и еще по транспорту вы все прекрасно знаете что городские власти ограничивают транспорт придумывают разные механизмы чтобы вы не могли вовремя попасть на место проведения митинга каждый митинг приводит к тому что люди опаздывают кто на полчаса кто на 15 минут кто на час это к сожалению будет препятствовать организации митинга то есть нам важно чтобы единовременно в определенное время именно к 2 часам к 14 часам резко была масса собрана двигаться начало к месту проведения митинга и тогда эта организованная сила может провести этот митинг и полиция ничего не сможет сделать поэтому уважаемые друзья я призываю вас заранее изучить маршрут подготовиться не опаздывать ровно 14.00 мы проводим митинг нет китайской экспансии свободу политическим заключенным мы будем защищать тех кого власть каким-то образом содержит штрафует мы должны думать о себе о своем будущем мы должны понимать что и только объединившись мы не позволим этой власти проводить тельные репрессии проводить свою преступную политику поэтому уважаемые друзья 14.00 26 октября и этот метод который я сейчас озвучил мы будем применять по всей стране в ближайшее время будут выпущены ролики будет выпущена инфографика которая будет показывать как нужно перемещаться во сколько часов через какие улицы следите за нашей информацией Алга Казахстан Продолжение следует...